Месяц назад на канале я выложил видео, в котором играю в Grand Mobile на своем айфоне. Напоминаю, что в настоящее время, несмотря на название, Гранда нет на iOS и когда он там появится, никому неизвестно. Именно поэтому, судя по комментариям, мое видео восприняли неоднозначно. Многие писали, что мой iPhone 14 Pro Max поделка с Алиэкспресса на базе Android, но нет, друзья, это не так, это обычный телефон, на который я, кстати, записываю видео и которым я пользуюсь в повседневной жизни. Другие писали, что это просто запись, это тоже не так, но в конце видео я поставил условие, если ролик наберет более 500 лайков, я сделаю гайд установки Grand Mobile на iOS. Как видите, слово держу. Hola Amigas, на связи Матвей и сегодня в этом видео впервые на ютубе я расскажу о том, как поиграть в Grand Mobile на своем айфоне или айпаде. Это единственный бесплатный способ, который мне удалось раскопать, предупреждая сразу, игра не идеальна, будет лагать, зависать, но как факт поиграть сможете. Если это вас не смущает, то расчехляйте свои айфончики и внимательно слушайте инструкцию. И первое требование, чтобы Grand запустился на iOS, подписка на канал, бро, если мы видимся впервые и ты тоже играешь в Grand Mobile, обязательно подписывайся. У меня лучший контент по нашей игре и тебе просто больше некого смотреть. В благодарность за твою подписку специальный подарок от меня для тебя, промокод MOTIVKAR, который работает на всех серверах Grand. За его активацию ты на халяву получишь целых 30 тысяч рублей, VIP статус на неделю, а еще гелик на 3 дня, причем не белый, как у всех, а черный, поэтому это лучшее предложение в игре, обязательно пользуйся. Ну и халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Grand получают Mika и Gruden Pro. О, поздравляю, друзья, а если ты хочешь оказаться на их месте, то просто комментируй мои ролики, ведь приз получает первый и рандомный комментатор. У меня все, вернемся к установке Grand на айфон. Итак, для игры мне понадобится А. Любое устройство на iOS, в моем случае iPhone 14 Pro Max, и Б. Любое устройство на Android. Это может быть как и планшет, так и какой-нибудь телефон. Следующее требование – наличие гранда на андроиде. В моем случае он скачен, если что, ссылочка на игру в описании. Затем необходимо иметь такое волшебное приложение на обоих девайсах, как AnyDesk. Его можно спокойно скачать как в App Store, так и в Google Play. Как только скачали приложение на оба телефона, запускаем. Прошу заметить, что при установке AnyDesk на Android, вы в обязательном порядке должны разрешить этому приложению полный доступ к телефону. Далее, по специальным адресам или по локальной сети, вы должны сконнектить оба телефона. Все это делается интуитивно понятной, да объяснять, думаю, не стоит. После того, как вы сконнектите оба телефона, один из них будет всегда показываться на экране другого. В таком случае нажимаем на сохраненный девайс, и на Android появляется вот такая вот плашка. Здесь мы можем регулировать право доступа второго телефона к первому, и в нашем случае мы обязаны разрешить ему все, что только можно. Все, теперь экран Android перенесся на экран моего iPhone. Теперь все, что я буду делать на своем Android, будет автоматически показываться на iPhone. Но более того, я смогу удаленно с iPhone управлять телефоном на Android. Ну а теперь, для подтверждения моего способа из того ролика, давайте я через iPhone прямо сейчас запущу Grand Mobile. Вот это приложение. Спокойно нажимаю. Кстати, не забываем вот эту вот кнопочку отключить, чтобы экран поворачивался на iPhone. Ну и все, вот вам полноценная игра. Давайте зайдем в мой личный кабинет. Да, вот здесь мой аккаунт, Матвей Мотивкар, это понятно. Нажимаем играть, выбираем третий сервер, мой основной аккаунт, и давайте, пожалуй, заспавнимся в доме семьи. Почему бы нет? Отлично, я появился в доме семьи, и теперь момент истины. Вауля, я могу спокойно управлять своим персонажем, да и просто полноценно играть на iPhone, так же, как и любой другой игрок с Android. И даже если мне что-то понадобится написать в чат, то я просто нажимаю на чат, затем вот таким движением открываю панель управления, нажимаю вот показать клавиатуру, и мне высвечивается обычная айфоновская клавиатура. Привет всем. Ой, ну пофиг, немножко описался, но не важно, как видите, чат спокойно работает, при этом с айфоновской клавиатурой. И еще, если вам не нравятся эти жирные рамки по краям, то их также можно фиксануть, если мы откроем пункт управления. И сейчас я вспомню, какую тут настройку нужно нажать, а то я уже совсем забыл, вроде бы вот сюда. И теперь, да, кстати, здесь есть настройки, где вы можете сами все вот подфиксить под себя, типа сделать качество лучшее, самое тупое, или баланс между FPS и качеством. В принципе, это нам не надо, главное вот включить режим сенсорной панели. Теперь я могу вот так вот пофиксить изображение на экране и играть в полноэкранном режиме на своем айфоне. Правда, из-за этого HUD будет немножко закрываться, потому что игра под айфон не адаптирована. Что ж, а теперь давайте пройдем в гараж семьи, чтобы сесть в какой-то автомобиль и протест-драйвить езду на айфоне. Все, появляемся в гараже семьи, здесь уже заспавнено пару автомобилей, давайте выберем черный мерс. Заходим. Так, садимся, открываем панель управления, включаем двигатель, все, появляемся на улице, мы можем спокойно управлять им. Слушайте, кстати, игра идет даже лучше, чем на том видео месяц назад, я приятно удивлен, потому что тогда лагало, ну просто жесть, а сейчас более-менее терпимо, то есть играть можно. Конечно, графика оставляет желать лучшего, но все же дареному коню в зубы не смотрят, вы можете спокойно купить платную версию AnyDesk или скачать любую другую платную альтернативу и играть с лучшим качеством и с лучшим FPS, самыми минимальными задержками. Так, к сожалению, мой Android на нули и разрядится через 30 секунд, так что давайте подводить итоги. На iPhone в Grand Mobile поиграть можно, но только при наличии какого-то любого другого Android устройства. Это устройство не должно обязательно находиться рядом с iPhone, это устройство может быть за много километров от вас и все равно игра будет идти точно так же, как я вам только что показал. Поэтому, если у вас iPhone, вы можете потенциально позвонить своему другу с Android и попросить его скачать это приложение и запустить Grand Mobile. Он поделится с вами своим адресом AnyDesk и затем запустит игру, ну а вы спокойно со своего iPhone, ну типа на его Android зайдете в игру и будете делать все, что только захотите. Главное это А. Хороший интернет, Б. Хороший девайс, В. Девайс без всяких неполадок, потому что у меня на Android дико лагает экран, он очень старый и поэтому игра конкретно на iPhone у меня тоже подлагивает. Если и этот вариант вам не нравится, друзья, тогда ничего предложить не могу, это единственный бесплатный вариант поиграть в Grand Mobile на iOS. Вы можете потратить деньги, заплатить там, купить какую-то другую программу или про подписку в AnyDesk и играть с лучшим качеством и лучшим FPS. Ну, уверен, тысячу рублей никто отдавать не хочет, лучше уж эти деньги потратить прям в Grand Mobile. Такие дела, друзья, а на этом все. Огромное спасибо за просмотр и если этот ролик был для вас полезным, обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, а поверил ли именно ты мне в том самом видео месяц назад и какие еще способы по установке Grand'a на iOS ты можешь рассказать, было бы интересно об этом узнать. Если ты все еще здесь, пиши в комментариях, работает ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Рекомендую к просмотру это и это видео на моем канале и по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей. И hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok